Здравствуйте! В сегодняшнем скринкасте я покажу вам как нарисовать пальму. Идею для этого урока я взял из похожего урока, сделанного для CorelDRAW, но там показывались механизмы работы с кривыми без Е. Я же покажу некоторый функционал, доступный в InScape, с помощью которого мы сможем упростить эту работу. Давайте приступим. За основу я взял листок формата А4. Чуть-чуть его увеличим и начнем рисовать. Для начала нарисуем прямоугольник. И показываю, как его нужно будет скруглить. Горизонтальное скругление делаем по максимуму, до середины. Вертикальное скругление делаем достаточно маленьким. Вот где-то вот таким. Далее превращаем прямоугольник в путь и редактируем путь. Для этого выделяем три верхних узла и нажимаем на кнопку. Эта кнопка будет в английской раскладке запятая, в русской раскладке буква B. Но также это еще кнопка меньше. Нажимаем на нее. Раз, два, три, четыре, пять. Можно еще пару раз. Вот так вот. Вот. Это будет как бы небольшая заготовка для нашего ствола. Сделаем его чуть поинтереснее. Раскрасим, во-первых, саму заготовку темной. Темнее. Вот так. Далее продублируем. Сделаем небольшую тень. Черная. Сместим вниз на один элемент. Положим под низ и Ctrl-Shift-F. В заливке сделаем размытие 2. И продублируем еще раз верхний шейп. Зажмем Ctrl-Shift, чуть-чуть уменьшим. И сделаем посветлей. И также этот элемент немножко размоем. До двух. Вот так. Это будет заготовка для ствола. Далее объединим все три элемента в один. Ctrl-G. Чуть-чуть уменьшим. Буквально чуть-чуть. И сделаем полноценный ствол. Для этого воспользуемся инструментом клонирования. Зайдем в Edit, Clone, Create Tied Clones. И выделим этот элемент, который мы будем клонировать. Далее. Инструмент клонирования очень сложный. Здесь куча всяких настроек. Мы воспользуемся пока что одной. Для начала нажмем Reset, чтобы скинуть все настройки, которые у вас до этого были. Потому что они могут помешать. И сделаем такую настройку. Будем делать 15 строк в одну колонку. И ради интереса просто нажмем Create, посмотрим, что он нам создаст. Вот, что он нам создал. 15 клонов. Далее можно нажать кнопку Remove и убрать результат. И далее редактировать. Зайдем на первую закладку Shift. Сделаем здесь смещение. Это Shift и смещение. Сделаем смещение по Y для строки минус 100%. И попробуем нажать на Create. Как видите, все клоны он создал на одном месте. Мы сделаем не 100, а 140%. Даже можно 150 попробовать. Нажмем Remove. И заново сделаем Create. Видите, что он сделал. Далее зайдем на вторую закладку Scale. Масштаб. И для каждой строки будем уменьшать масштаб на 2%. Сделаем минус 2. И минус 2. Нажмем Remove и снова Create. Вот будет неплохая заготовка для ствола пальма. Закроем то, что получилось. Теперь получившийся результат. Отвяжем клоны. Зайдем в Edit. Clone. Unlink Clone. Если клон привязан, значит, при изменении характеристик основного... То есть клон является и реальным клоном, и зависит от основного объекта, от которого он планирован. Соответственно, нам нужно отвязать. Сейчас они все стали самостоятельными объектами. И то, что получилось, сгруппируем. Ctrl-G. Далее нам нужно этот ствол чуть-чуть искривить. Для этого мы нарисуем кривую без Е. Нарисуем ее снизу вверх. Это принципиально, потому что первая точка должна находиться внизу, а вторая вверху. Так, нажмем Enter. И сделаем ее кривой. Вот так, думаю, будет достаточно. Далее, для того, чтобы запустить механизм искривления, нам нужно эту кривую без Е поместить под искривляемый объект. Вот мы так поместили. И далее, выделяем два элемента с кнопкой Shift. Заходим в расширение Extensions. Generate from Path. Pattern Long Path. Это шаблон вдоль пути, вдоль маршрута. И покажу вам, как с ним работать. Далее. Здесь какие-то есть настройки. Copy of the Pattern. Copy of шаблона. Можно сделать одну копию. Тогда будет один шаблон помещен. И можно сделать Repeated. Тогда будет повторяться несколько шаблонов. Снимем все галочки. Нажмем Lift Preview. Lift Preview. И увидим, что он сейчас нам делает. Как видите, Repeated делает несколько шаблонов вдоль этого пути. Делаем Single. И он нам делает один шаблон. Как видите, в начале. Если сделаем Single Stretched, он нам его еще и растянет. Но нам сейчас это не нужно. Просто делаем Single. Далее. Говорим ему, что шаблон вертикальный. Что позволяет нам растянуть вдоль. И, собственно говоря, и все. Так как шаблон одиночный, нам тип деформации не принципиален. Нет, принципиален. Риббон все-таки деформирует по-другому. Нам нужен Snake. Вот. Нажмем Apply. Далее мы получаем отдельно ствол, отдельно путь, вдоль которого деформировали путь. Можно теперь удалить. Он нам не нужен. Увеличим ствол. Ну, и здесь один небольшой глюк, который возникает при копировании клонов. Я сейчас посмотрю, есть он или нет. Вот этот элемент начинает очень сильно размываться. Да, он сильнее размылся, как видите, 3 и 4. Но у нас это несущественно, поэтому можем оставить. Все, заново объединим весь ствол. И приступим к рисованию кроны. Что нужно сделать для кроны? Сначала нарисуем кривой безе вот такой треугольник. На небольшом расстоянии и удлиним вот так. И замкнем его. Далее деформируем, чтобы сделать основной лист. Вот так вот. Пайма с этой стороны выглядит немножко как папоротник, поэтому мы будем рисовать по большому счету папоротник. Сейчас. Вот. Вот такой вот лист возьмем за основу. И далее смотрите, что сделаем. Это путь. Теперь нам на нем нужно сделать, как бы, такую вот нарезку, характерную для папоротника. Для этого мы нарисуем треугольник. Тоже кривой безе. Увеличим сначала чуть-чуть. Нарисуем треугольник. Так, Ctrl, чтобы он был вертикальный. Вот. Выделим треугольник и этот путь, сделанный как заготовка для листа. Зайдем снова в Extensions. Generate from Path. Pattern along Path. То, что мы использовали. Сделаем уже копии с повторениями. Посмотрим лифт превью. Как видите, если сделаем паттерн, снимем галочку Pattern Vertical. Да, он сделал вот так, тут не совсем удобно для нас. Поэтому мы закроем, пока не будем применять. Перевернем треугольник, получившийся. Так, что-то мне так неинтересно выделился. Перевернем треугольник ровно на 180 градусов. И с Shift заново выделим два объекта. Зайдем в Generate from Path Pattern along Path. И посмотрим, что у нас получится на этот раз. Лифт превью. Вот, замечательно. Вот так должны расположиться треугольники. Нажмем Apply. Далее. Чуть-чуть уменьшим. Треугольники, которые у нас получились, они сейчас являются единым контуром. Мы его разобьем. Path Break Apart. Вот, удалим все лишние треугольники, которые нам не нужны. Вот эти вот три. Вот этот можно удалить. И с конца пару штук мы удалим. Вот, и их чуть-чуть отредактируем, чтобы они были такими случайными. Увеличим. И с конца начнем редактировать. Здесь принципиально что? То, чтобы кончик этого треугольника не уходил как бы за воображаемую середину данного листа. Вот. Отредактируем абсолютно случайно. И далее будем делать эффект как бы листа такого пабратника. К сожалению, это ручная работа, которую придется делать. Ну да, здесь уже можно чуть посвободнее, просто пару-тройку поправить, чтобы была какая-то либо случайность. И на этом остановиться. Далее выделим все треугольники, которые у нас получились, но выделим без самой заготовки листа. И заново их объединим в один путь. Так, Combine, Path Combine скомбинировали. И далее уже с Shift выделим вместе с заготовкой листа и сделаем путь Difference. Вот мы получили лист. Далее, если мы его сейчас раскрасим, то он получится одним цветом. Пальма, так как она складывается, нужно сделать ее в два цвета, поэтому мы сделаем сейчас небольшую хитрость. Нарисуем еще один путь треугольником. Вот таким вот. Где-то вот ориентировочно в середину. В верхнюю часть отведем за пределы листа. А нижнюю часть оставим вот так, ровно в середине. Почему я говорил, чтобы треугольники не уходили за середину, чтобы с ними не пересеклась вот эта вот линия. Все. Выделим этот получившийся путь. Выделим заготовку для этого листа и зайдем в PathDivision, деление. Одной кривой, другой кривой. И что мы получили? Два объекта. И один из них мы можем раскрасить в другой цвет. Вот это получается заготовка для нашего листа. Это уже готовый лист. Объединим, сгруппируем два этих объекта. Чуть-чуть уменьшим. И подвинуть нужно. И сделаем несколько листов. Сделаем их просто копиями. Так, почему же не сгруппировался-то у нас заново. Вот. Поставим вот так. Чуть-чуть можно повернуть. Так, Ctrl-D. Сделаем дубликейт. Чуть-чуть повернем, и можно деформировать. Немного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...